Всем привет, ребята! Я знаю, эти видео набирают не сильно много просмотров, но я их очень люблю, и это пустые баночки! Мне бы я хотелось вот этого средства, это Maybelline Affinitone, совершенный тон, и я безумно рада, что он закончился. Кто смотрит меня давно, кто смотрел мои собиралки, знает, что вот этот вот тональный крем, это катастрофа! Он ужасно ложится, он выделяет поры, он забывает поры, у него неправильный оттенок потом в дальнейшем. Хотя я подбирала очень тщательно, у меня редко бывает такое, что когда я покупаю тональный крем, он как-то не совпадает. Закончился, слава богу, я его использовала и больше никогда не буду покупать. И вообще сейчас я внимательно слежу за такой графой, как не тестируется на животных. И вот конкретно компания Maybelline, L'Oreal, они продолжают проводить тесты на животных, такие средства я не буду покупать. В общем, и вас предвожу к тому же, еще хотела отметить, что кто подписан на меня в инстаграме, знаете, мой аккаунт заблокировали, меня взломали уже дня как 2 или 3, я ничего не могу сделать, поэтому если вам вдруг будут приходить какие-то сообщения от моего имени, значит, они от меня, как только я восстановлю доступ к своей страничке, я всем сразу же сообщу, лично будет мое лицо, моя фотография, а не кто-то там, кто пользуется сейчас ею. Следующее средство это пенка для волос от Vella. Я могу сказать, что я вообще редко пользуюсь подобной косметикой, пенками для волос, лаками для волос, так как мои волосы и очень негативно относятся к стайлингу. Если, допустим, накрутить мне, да, клоконы мои, то это буквально минут на 20, да, если в парикмахерских там с использованием кучи средств, да, это работает, но тем не менее мои волосы смотрятся как, знаете, неухоженные, им не идет, или какая накрутка. Вот дома пробовала, когда крутить сама, допустим, колосок делала, либо делала специальными бегудями, знаете, такие, как, у меня даже видео отдельное на канале есть, я показывала, использовала эту Vella, ну да, что-то держит, но, если честно, они такие жесткие, такие неестественные, поэтому я не рекомендую покупать вот эту вот штуку. Вот эта вот продукция, это бальзам для волос, видимый объем, легкое расчесывание, невесомый эффект, сбитый биотин комплексом для волос, лишенных объема. Первое, что хочу сказать, у него потрясающий запах. Это фирма Шварцхов, я купила его, знаете, в магазин все по 5 гривен. Когда-то случайно я зашла туда зачем-то, что мне нужно было другое, увидела цену 20 гривен, думаю, что, 20 гривен, взяла. Когда я попробовала, я не сразу попробовала, попозже прошло время, я была в таком диком восторге, что я побежала обратно в этот магазин, говорю, продайте мне, дайте. Они, говорят, мы уже все распродали, ничего нету. И я вот до сих пор еще нигде не встречала вот этот вот бальзам, он удивительно классный, вот честно. С ним волосы действительно расчесываются, и они, вы знаете, такой вот пахнут весной. Ой, хорошо выглядят, хорошо ухаживают, поэтому я рекомендую. Следующее средство, это черный жемчуг, питание и омоложение тканевая маска. Это первая тканевая маска от черного жемчуга, которую я попробовала, и вы знаете, я была немного в шоке. Во-первых, первое, что меня удивило, ее габариты. Мне хватило бы на два лица нанести, потому что она очень большая, такая объемная. Второе, внутри очень много средства. Вот знаете, как крем прям такой плавает, и эта тканевая маска в этом крему вращается. Третье, что не понравилось, очень плохо ложится на коже. Вот я вот так вот ее уже притягивала, притягивала, нет, не хочет она распределяться. Тут же отвисает, то есть ее нужно наносить или жать. Я, допустим, так не люблю. Почему я вообще выбираю тканевые маски? Потому что мне нравится, нанесла, прельбила и делаешь свои дела, не отвлекаясь. С вот этой вот штукой такое не пройдет. Что касается эффекта. 50 на 50. Да, что-то неплохо поухаживала, но у меня были тканевые маски, вообще маски для лица, которые давали больший результат. Не тканевая маска, это просто маска отбеливающая бьюти дерм с томатом. Удивительно крутая, вот честно. Она не красного цвета, она такая беленькая. Эффект действительно, вот, я бы не сказала, что отбеливающий, а вот наоборот, восстанавливающий естественный цвет кожи. Она смотрится ухоженной, приятно пахнет, быстро застывает. Вот этого вот пакетика хватает на два использования. Я сначала все на один раз использовала, но я могу сказать, что надо было и сэкономить, и разделить на два раза. По инструкции написано, что нужно использовать 10-15 минут, я сидела 30 минут, потому что вот этот вот слой, который я нанесла, он просто не успевал высохнуть. Вообще, компания бьюти дерм пока что мне очень нравится, я пробовала не одно их средство и оставалась довольна. Недорого стоит, бюджетный вариант, покупала в просторе по какой-то акции. Одна из любимых туши это Maybelline, но опять-таки, скорее всего, с компанией Maybelline я буду расставаться. То есть, все, что у меня есть, я доиспользую, а вот буду покупать новое под большим вопросом, до тех пор, пока не буду продолжать тестировать на животных. Тушь сама по себе классная. Удлиняет ресницы, делает их ультра-черными, так как я блондинка, и мне ресницы, знаете, вот очень тяжело прокрасить до конца, потому что чаще всего это просто прокрашенные кончики, если смотреть сверху, то тут видно и свой родной цвет. Вот эта тушь справляется, но опять-таки, будем наблюдать за политикой компании, как они себя зарекомендуют, как будут себя вести. Жемчуг, биокрем для век, питание и увлажнение неплохой. Тут с экстрактом белого чая. Запах? Запах практически не выраженный. Знаете, нет такого какой-то отдушки у них. Тройное направленное действие, как они указывают, уменьшает темные круги и отечность. Вообще, в принципе, хорошо работает, хорошо справляется с поставленными задачами, но у него бешеный расход. Вот если обычно мне хватает крема для век на долгое время, иногда на 2-3 месяца, то этот я использовала за 3 недели. Я не могу сказать, что у меня какие-то глаза большие и что я много средств наносила, но как-то вот быстро ушло. Крем молочко, это Greenway, фитолиния, провальнейшее средство, честно. Вообще никакого ни увлажнения, ни запаха, да, иногда мне нравится, хотя бы из-за запаха выбираю. Вот намазали тело и все. И считайте, что ничего вы не делали, не мазали. Я купила по акции и купила, чтобы протестировать, познакомиться с компанией. Больше продукции я у них покупать не буду. Ну вот, знаете, из серии Дышева Рыбка, Погана Юшка. Вот конкретно вот про данное средство могу так сказать. А это Любовь. Это Фа и это гель для души с ароматом розового грибфрута, витамина С. Вот обожаю эту линейку. Я не знаю, что они используют. У меня просто вот восторг вызывает. Очень классная. Очень приятно пенится. А этот аромат, духи не нужно использовать. Можно пользоваться только вот этими средствами. У меня целая серия. Как только вышла новая линейка, я всю скупила. И учат до сих пор пробую эту стилю. И мне кажется, вот да, беру этот аромат. Ой, он самый-самый лучший. Потом открываю следующий. Он тоже крутой. В общем, кто хочет хороший гель для душа, я рекомендую Фа. Кстати, мне пришло комментарий. Меня просили рассказать о духах, которыми я пользуюсь. Ребята, ну, я покажу во влоге. Могу сказать, что у меня с духами как-то вот не сложилось. Так как я аллергик, и у меня на многие запахи сразу начинаются реакции. Начинают чихать, кашлять. Мне не подходит. Поэтому, понимаете, чем я сейчас пользуюсь? Мы, когда были в Египте, купила себе масло для тела. И это бомба. Я мечтаю еще раз съездить и купить уже большую порцию. Потому что никакие мне духи не нужны. У меня есть мои гели для душа и масло для тела. И в Роше, и вот такой вот крем для тела. Если честно, я не поняла. Ой, не для тела. Он подходит для лица. А, для лица и тела. Но тело я им не мазала. Я пользовалась им как кремом для лица. И такое себе. Не оценила я, если честно. Вот знаете, бывают крема такие, которые как мгновенного действия. Вы нанесли, и вот утром просыпаетесь, да, если на ночной оси. Видно, что кожа выглядит хорошо отдохнувшей, напитанной, увлажненной. То здесь что наносила, что не наносила. И вообще, знаете, я под сомнением отношусь к средствам, которые для лица и для тела подходят. Так как мне кажется, для лица нужно одними компонентами пользоваться, для тела другими. Тип кожи и сама плотность кожи разная. Поэтому не буду больше покупать. Кто спрашивал меня, какие я люблю зубные пасты? Вот, Биомет. Вращая, она переворачивается. Это у меня с прополисом. Она уменьшает кровоточивость. Тонус и здоровье деснам придает. Безумно люблю. У меня есть и кокосовое, и виноградное. Я всегда покупаю. Я для себя нашла любимую зубную пасту. Я довольна. Я уже больше года ею пользуюсь. И вам советую. Еще один гель для душа. Это Палмариф с ароматом персика. Вообще не зашел. Я мечтала, когда он быстрее мне закончится. Я объясняю, почему я так вот не бросаю на половине. Я такой человек, что я все делаю до конца. Так и с этим средством. Доиспользовала до конца и больше покупать не буду. Вот фирма есть. Лапетти Марселье и Палмариф. Вот примерно одинаковое у меня было впечатление об их продукции. Бьюти и альгинатная маска с авокадо. Безумно крутая, вот честно. Это что-то с чем-то. Я делала не совсем правильно, так как альгинатную маску нужно делать цельную. Да, и так вот до зоны декольте. Я сделала себе вот так вот по шею. Потому что я что-то, не помню, я бегала или... Ну, в общем, я какими-то делами была занята, я не могла лечь, просто лежать, ждать, пока она застынет. Поэтому я сделала постолька. Очень довольна. Люблю Виа Бьюти. Вот когда меня спрашивают, Валя, скажи, какие у тебя любимые компании, которые производят маски для лица. Я всегда говорю, это Виа Бьюти. И я всегда говорю, это Бентон. Бентон, это просто, это корейская косметика. И я им очень благодарна за то, что они такую продукцию крутую создают. Виа Бьюти тоже благодарна, тоже очень нравится. Вообще, как бы, рекомендуют использовать 3 раза в неделю. Но я так часто альгинатные маски не делаю. Я альгинатными используюсь, ну, наверное, раз в месяц. А несколько раз в неделю пробую какие-то другие. Крем моей мамы. Это чистая линия, дневной фитокрем, шлемник, байкальский и морожка. Мама хотела отметить, специально привезла мне, чтобы я показала вам. Очень классно. Вот вообще, чистая линия, молодцы. Мне нравится. Они создают косметику недорогую, которую может себе каждый позволить. И которая работает. Крем наполнен силой байкальского шлемника и морожки. Не знаю, что это. Для направленного антивозрастного действия день за днем. Попробуйте. Попробуйте, потому что мама сказала, что это очень круто. Ламель. И это карандаш для бровей, который я показываю уже не первый раз. Мне он безумно нравится. У меня в оттенке 03. И этот карандаш создан для тех, кто не умеет рисовать брови. Или когда вы спешите, когда делаете макияж, да. Им щик-щик. Все, готово. Единственный минус. Быстрый расход. Кстати, носится вот этот вот карандаш очень стойко. То есть, здесь можно утром накрасить. И когда вечера у вас будут брови, как будто бы вот вы только-только подвели. И заключительное средство. Тут его очень сложно показать. Я вам продемонстрирую. Моя мама его очень любила. Это двусторонний карандаш от Maybelline. Одна сторона, это сам карандаш такой, но не тонкий, а плотный, как тени карандаш. Вторая сторона, это кисть для растушевки. И можно делать, как стрелки рисовать. И можно делать макияж глаз техники банан. Вот именно в синем цвете маме мой безумно нравился. У меня тоже был, ну как-то я, допустим, к нему равнодушна. То есть, я пару раз делала макияж, и все. Мама же моя очень долго на них так подсела. Я и свои ей поотдавала. И потом мы, когда находили в магазинах, мы покупали сразу несколько, потому что их тяжело найти в продаже. Их как-то быстро разбирают, либо их сняли с производства. Я до конца еще не поняла. Окей, вот были пустые баночки. Напишите в комментариях, какими средствами вы тоже пользовались, и какие у вас от них были впечатления. Будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой канал. Будем дружить с вами. Подписываться на инстаграм я пока не буду вас агитировать, потому что я не знаю, какая будет судьба моего инстаграма. Возможно, в скором времени я вообще создам отдельную страничку и буду развивать ее заново. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Желаю вам хорошего вечера. Целую, люблю. Пока.